итак это обычный немецкий парк ухоженный газончик дорожки чтобы развлекаться ходить по ним кругами если есть желание ну за этим парком находится часть фортификационного сооружения крепости звезды уль находящиеся на данный момент на территории баварии в городке новый уль вот туда я сейчас и иду приближаясь поближе пытаясь найти вход где-то он должен быть явно можно посмотреть то что здесь сохранилась в каком-то состоянии как выглядит и так я нашел крепостную стену как видно надо будет спуститься вниз где-то должна быть дорожка и лесенка дошел крепостную стене подойдем посмотрим поближе что она из себя представляет посмотрим кладочку посмотрим кирпичики кошкам амбразура здесь сидел пулеметчик так глядим как смотрим кладка достаточно современная ничего тут особенного нету кроме этого закругления а так вот стена у нас ровная по всей длине и снизу и сверху что обойдем иду вдоль крепостной стены везде видны бойницы вот так вот все ухожено это лишь одна из частей общего фортификационного сооружения расположенного в ульме новом ульме эта часть третьего кольца крепости звезды итак я обнаружил памятную табличку вот так это выглядит сверху или выглядело когда-то давно мы почитаем что же здесь пишут беру крупный план на на сооружение постройка 1850 год закончили работы 1853 по поручению короля людвига первого баварский король был такой до тех пор пока бисмарт германии не объединил с 1951 года здесь располагались американские оккупационные войска до 1970 года здесь был склад оружейный не знаю все что надо что им нужно хранили восьмидесятом году американцы свернулись тут было все что угодно и в девяносто четвертом году город новый уль приобрел этот участок под названием вилей ареал вот и все так вход с этой стороны они обнаружил придется обходить с другой стороны здесь местная дорога немецкая бундыш трассы 10 а это парковка кинотеатра то есть во внутрь я пока не попал так и обошел всю конструкцию вокруг теперь надеюсь что я подойду входу в это сооружение вопрос следующий там открыто или нет так ворота оказались открыли рядом мастерская где делают памятники на гробе и я пойду вовнутрь посмотрю что же здесь можно рассмотреть вот интересное чудо я нашел здесь внутри даже без артефактов вот кто эту штуку сюда приволок не знаю но она лежит здесь и явно не отсюда пошел во внутренний дворик нахожусь прямо в центре здесь какой-то люк канализационный или еще какой-то вот так вот выглядит внутренний дворик зайду гляну что здесь за дверь и что может быть за ней но это явно вход уже сооружение в подземные но как всегда двери такие бывают закрыты чтобы такие вот интересующиеся товарищи на вроде меня туда не лазили до дверь закрыта нас тут явно не ждут вот они казематы сверху это явно вход в них по траве и крапиве то что-то как-то пробираться не хочу но мы видим еще дополнительные двери для входа в сооружении вот все облагораживают кустиками зарастает все травой чтобы не видно было что на поверхности часть наружной стены где мы проходили и вот такие вот бугры с подземными коммуникациями которые кстати соединены между собою по всему периметру трех колец крепости звезды ну что же на сегодня все я покидаю этот участок крепости звезды прохожу подаркой и иду забирать свою машину из сервиса а так чудно провел время рассмотрел еще один из объектов непонятно чей цивилизации кто строил неясно выглядит хорошо красиво но пусть так и остается ну что ж всем удачи счастливо и пока